Всем привет из белорусской деревни! В сегодняшнем видео хочу вам рассказать и показать, как своими руками можно сделать простую, прочную и красивую декоративную штукатурку. Декоративка, о которой я сегодня буду рассказывать, называется «Карта мира». Вот примерно так она выглядит. Это, конечно, не идеальный результат, но уж простите, я первый раз ее наносил, и так вот у меня получилось. Но даже смотря на этот рисунок, можно сделать выводы, что название «Карта мира» получило того, что она похожа на карту, грубо говоря, или когда смотришь на глобус. В принципе, то же самое. Вот выпирающие части — это как бы материки, ну а все впадины и все такое тому подобное. Это моря, океаны и озера. Назовем это так. Почему эта декоративная штукатурка, по моему мнению, самая простая? Да, в принципе, все просто. Потому что любой человек, который хоть раз, хоть когда-нибудь держал в руках вот такую углодилку, сможет ее сделать. Потому что на самом деле здесь нет ничего сложного. Когда я вам весь процесс этой работы покажу, вы тогда поймете, что да, это на самом деле очень просто. Но сейчас давайте поговорим, почему такую декоративную штукатурку, например, я не делаю везде, так как я же могу ее сделать, в принципе, где хочу. Потому что делается она, в принципе, из любого материала. Будь то гипсовая штукатурка, будь то гипсовая шпатлевка, будь то обычный плиточный клей, в принципе, почти такой же я и использовал. Сейчас я вам расскажу, в чем разница. Вообще попробовать декоративную штукатурку сделать своими руками я хотел очень давно. Я как бы вообще к декоративкам, ну, не имею, грубо говоря, никакого отношения. Просто мне хотелось ее сделать. Но, к сожалению, в нашем доме еще не было такого помещения, где можно было применить этот вид отделки. Так как в основном я делал спальни, то ли детскую, то ли нашу спальню. И в таких помещениях, мне кажется, что больше всего подходящий вид отделки – это обои. Может, со мной кто-то и поспорит, но мне лично обои нравятся. И в этих помещениях я и готовил стены под обои. Но вот прихожая или тот же коридор, входной или просто коридор в доме – это уже чуть-чуть другое помещение, в котором на стенах, ну, назовем так, нужно более вандальное покрытие. Потому что проходимость этих помещений, как всегда, очень большая. Да и шкафы несешь, или там диваны, или столы. И всегда есть возможность чем-нибудь в эту стенку, грубо говоря, долбануть. Поэтому на стенку желательно сделать какое-нибудь покрытие, которое очень крепкое. И вот такое покрытие я и сделал у себя в прихожей. Ну, такое же, наверное, похоже, что-то я буду делать еще и на кухне. Потому что там тоже чаще всего все находятся. И там на стенах я тоже думаю, что нужно сделать какое-нибудь очень-очень крепкое покрытие. Не знаю, такая же будет декоративка или какая-то другая. В любом случае, мне сейчас пока что интересно этим всем делом заниматься. Так как оно для меня в новинку. Буду искать какие-то способы нанесения других декоративок. Ну, в любом случае, если будет что-то интересное, я вам всегда про это расскажу. Так вот, возвращаемся к нашей прихожей. Почему же на стенах прихожей я использовал именно цементные материалы, а не гипсовые? Ну, здесь есть логичное объяснение. Все гипсовые материалы, они не настолько прочные, как цементные. Даже когда они наберут прочность, в любом случае, можно подойти и просто вот так вот ногтем стенку поцарапать. Это, если мы говорим именно о гипсовых материалах. Если же брать цементные, то здесь вы уже ногтем просто так не поцарапаете. Скорее всего, вы сотрете ноготь, да еще и кожу под ногтем сотрете. Но на стенке не будет заметно никакого следа. Естественно, если каким-то острым углом в эту стену вы попадете, ну, там появится какая-то ямка. Но опять же, при вот таком виде отделки, эту ямку потом в дальнейшем можно просто цементным же составом подмазать. И ничего, в принципе, видно не будет. Если брать вот именно эту декоративную штукатурку, ее можно покрасить в несколько цветов. Например, фоновый цвет один. А потом вот эти места, которые, грубо говоря, выпирают, ее можно покрасить другим тоном. И уже в зависимости от того места, где у вас какой-то острый удар произойдет, углубление какое-то вы сделаете, вы его подмажете. И таким же цветом, в принципе, вы потом и подкрасите. И это уже не будет сильно заметно. Потому что если бы стенка была просто сделана под покраску, то здесь уже попадаете на покраску всей стены и никак по-другому. Теперь, что касается подготовки стен под такую отделку. Есть на канале видео про то, как я рассказываю, что такое у нас это за помещение, как у нас здесь все будет распланировано. И там я как раз-таки показываю, как я эти стены готовил. Но на самом деле можно готовить в два раза хуже. Потому что именно конкретно вот эта декоративная штукатурка, она много нюансов на стенах скрывает. Но так как я человек щепетильный, в любом случае я хорошо все подготовил. Тут и сетку сделал фасадную и два раза эту сетку протянул. Но на самом деле можно было это всего не делать. Если говорить о бюджетности, допустим, да просто можно вот взять просто чистый блок, нанести вот эту декоративную штукатурку, потом покрасить. И в принципе эффект будет почти тот же самый. Ну естественно, если конечно вы блоки только положили, то что у вас швы ну очень маленькие. Если у вас там конские швы по пол сантиметра, то естественно там будут провалы. И это будет все видно. У вас просто после декоративки на стене будет видна эта клеточка или там прямоугольник. Я не знаю как это назвать. Но это будет видно. А если стена у вас более-менее, вы просто-напросто первым слоем, да валиком, да чем угодно нанесли этот клей, дали ему высохнуть и потом делаете вот этот декоративный слой. И после того, когда вы его уже покрасите, все будет просто прекрасно. Поэтому эту декоративную штукатурку можно назвать не только простой в нанесении, но и где-то еще бюджетной. Так как ее можно делать из любого материала. Но так как мне хотелось добиться максимальной прочности, я уже не использовал там какой-то дешевый или сильно дешевый клей. Я в принципе использовал тот клей, на который и клеил сетку. Вот в моем случае это вот такой люкс. Плюс специально он предназначен для сетки. Он чуть-чуть прочнее, чем самый дешевый клей. Ну и я хочу вам сказать, что этого результата я в принципе добился. По прочности, вот сейчас она конкретно заствердела. Вот я даже маленький выступ я не могу сковырнуть. Мне больно ногтю. Поэтому вот такая вот вещь получается. Пробуйте, не пожалеете. Ну а сейчас давайте немного поговорим о самом процессе нанесения этой декоративной штукатурки. Как я уже говорил, для того, чтобы нанести эту декоративку, достаточно в принципе вот такой гладилки. У меня их было две. Одна металлическая, одна пластиковая. Пробовал я той и той. И сейчас я вам расскажу, как вообще что лучше. Наносить саму декоративку, конечно, лучше металлической. Потому что у пластиковой есть такая проблема, что она очень сильно, вот когда ты лепишь, она очень сильно прилипает. И просто оторвать ее, ну, сложновато. Поэтому, наверное, чем меньше гладилка, и она металлическая, это сделать намного проще. В интернете есть еще куча методов нанесения этой декоративной штукатурки. Вплоть там даже пакет макает просто в раствор. И, опять же, наносят плюшки на стены. Кто-то просто берет две гладилки между собой, вот так вот клей сюда накладывают, плюхают, грубо говоря, и потом начинают лепить эту декоративную штукатурку в две руки. Поэтому налепить саму декоративку, ну, вообще не составляет никакого труда. Декоративная штукатурка Декоративная штукатурка Декоративная штукатурка Маленькая сложность уже приходит потом, когда нужно дождаться, чтобы те плюшки, которые вы нанесли, должно, грубо говоря, пройти определенное время. Вот вы эти плюшки нанесли, подождали, и как только они начинают схватываться, вы их уже начинаете заглаживать. Кстати, вот заглаживать проще всего это пластиковой гладилкой, потому что она намного легче, и ее, ну, очень сложно на самом деле прям передавить так, чтобы на сдир снять все вот эти плюшки, которые ты поставил. Поэтому я использовал вот такую гладилку. Я ее предварительно мочил, потом мочил стену и просто не сильно, грубо говоря, прижимая гладилку к стене, просто заравнивал все эти выпуклые места, которые я нанес до этого. Но, опять же, повторюсь, это нельзя делать сразу, нужно подождать, чтобы этот раствор, который вы нанесли чуть-чуть, начал схватываться. И тут уже в зависимости от раствора, который вы выберете, ну и смотрите на то время его застывания, потому что гипсовые составы, естественно, будут застывать намного быстрее, а цементные составы немного медленнее. Но если даже в некотором моменте вы увидели, что ваш клей начинает подстывать, вы всегда на него можете попрыскать водой и стянуть этой гладилкой. На крайнях, если у вас нету даже никакой пшикалки, вы просто возьмите в ведро, налейте воды, окунаете за гладилку и ей уже заглаживаете. В принципе, это нужно попробовать, прям вот, чтобы так вот объяснить все это дело словами, на самом деле это, ну, как-то не очень правильно, наверное, будет, все нужно пробовать. И когда ты попробуешь, в принципе, поймешь весь процесс и на самом деле это не так сложно, как многим кажется. Субтитры сделал DimaTorzok Если вам было интересно, не забывайте поставить лайк и написать какой-либо комментарий. С вами был канал из столицы в деревне. Всем пока!